Акция «Тотальный диктант» с каждым годом набирает популярность. Охотников проверить свою грамотность, а также получить оценки и подарки, становится все больше. «Тотальный диктант» отправился в тотальное путешествие. 28 городов в списке, а также 10 тысяч километров. Все ради грамотности. «Тотальный диктант» в Чите мы проводим в седьмой раз, а «Автопробег» к нам приезжает во второй раз. Собственно, как и сам «Автопробег» происходит второй раз. И я очень рада, что Чита оказывается в списке городов, где команда «Тотального диктанта» останавливается. В этом году мы поставили перед собой грандиозную цель. Мы хотим набрать не меньше тысячи участников диктанта. Поэтому у нас будет 10 или даже 12 площадок. Будут корпоративные площадки, то есть закрытые, где будут писать работники одной организации. У нас будет площадка, где будут работать серебряные волонтеры. Это люди преклонного возраста, но с очень активной жизненной позицией. За 29 дней команда проекта проедет от Владивостока до Талина. В городах по пути следования будут организованы стоянки на центральных площадках. Все желающие смогут познакомиться с командой и сделать фото на память. Организаторы приготовили множество подарков, которые можно получить, сделав фото в соцсеть Инстаграм. В этом году к «Автопробегу» присоединились писатели, которые будут создавать книгу о России и о тотальном путешествии. Необычность в том, что каждый отрезок закреплен за разными авторами. Естественно, будем обсуждать после того, как каждый проедет свой участок, и каждый составит какое-то представление о том, что он видел, в голове у каждого какая-то структура своя родится. Может быть, это будет именно фишка книги именно в этом, что четыре разных представления о четырех разных этапах. Мне очень интересно, чем один город отличается от другого. Я всегда приезжаю во Владивосток, я спрашиваю на своих лекциях, а какие наиболее характерные черты для жителей Владивостока? А чем вы отличаетесь от хаворовчан? Мне интересно, то есть, города соперники. Сегодня команда проекта провела встречи с участниками диктанта. Также были прочитаны тематические лекции о грамотности и русском языке. Уже 3 апреля откроется регистрация на площадке тотального диктанта, а 13 апреля каждый сможет проверить свою грамотность.